Арт-симпозиум с участием российских художников завершился в Дагестане. Сие дни они создавали живописные работы, вдохновляясь красотой горных и морских пейзажей. Художники из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда, Владикавказа, Элисты и Дагестана написали картины в разных техниках и жанрах. Посмотрела их и моя коллега Анжела Гасанова. Ей слово. 45 работ за неделю создали 20 художников из разных уголков России. Все посвящены красотам Дагестана. Выставка «Каньон» в Зале Союза Художников Республики стала результатом первого международного арт-симпозиума. Проект создан на средства Фонда президентских грантов. Мы собрали художников со всей России. Из Денинграда, из Северной Осетии, из Калмыкии. То есть, получился такой небольшой коллегаментар, гостей и нашим художникам, которые собрались на острове, на такой небольшой территории, в таком пьянерском лагере. И работали вместе, играли вместе, творили вместе. Ездили по Дагестану, побывали в Грибе, побывали в Горе, Хиндахе. Посмотрели Дагестан. И то, что у них получилось, то же видели. Они выплющили на бумагу, на холст. Кто в технике масла, кто в акриде. Но получилось, мне кажется, интересно. Художник из Санкт-Петербурга Александр Кривонос рассказывает, приехал на симпозиум по приглашению дагестанских коллег. Страна гор гостю понравилась так сильно, что за неделю у него родилось пять работ. Вдохновляли не только горные пейзажи и свежий воздух, но и люди. Для меня это всё очень как-то почему-то звучит очень цельно. Вот эти люди, эта культура, эти традиции, они для меня имеют какую-то цельность, несмотря на всё многообразие. Самые яркие воспоминания у художника о Гунибе. Александр Кривонос говорит, что у этого села особенная аура. Захотелось просто пройтись пешком, вниз спуститься. Не на машине, а вниз спуститься. Подышать этим воздухом, как-то посозерцать. Это ощущение того, что вот этого какой-то чистоты, просто внутренней чистоты. И как-то по-другому себя начинаешь ощущать. В экспозиции выставки среди работ именитых художников можно увидеть две картины Морал Фаталиевой. Это первый серьёзный проект, в котором участвует дагестанка. Она считает, арт-симпозиум не просто работа в коллективе на свежем воздухе, но и важный обмен опытом между художниками. Участница проекта пошла по следам Айвазовского. На одной из её картин то самое гунибское плато, которое написал великий живописец. Ракурс на самом деле был неудачный, потому что нас как будто бы отвезли немного выше, чем полагалось. И мы стали приспосабливаться и попытались найти самые удачные ракурсы для себя. Я почему-то обратила внимание именно на вот этот силуэт гор и начала писать его. В последующем я узнала, что именно этот ракурс в народе называют «Спящая красавица» за счёт того, что горы с формой и силуэтом образуют контур «Спящая красавица». Экспозицию «Каньон» можно будет посмотреть до 24 августа. После проект отправится в Москву. Организаторы надеются, что со временем работы станут постоянными экспонатами нового музея современного искусства Дагестана. Однако подробности они пока не раскрывают. Анжела Касанова, Руслан Салихов, Вадим Шамхалов и Юсуп Казиамаров. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова